Приветствую вас. Обычно человеку нужно отстрадать. То есть, после того, как, например, человек теряет близкого, естественно, у него горе, естественно, у него эмоции по этому поводу, ему плохо, это нормально. Так вот, человеку часто рекомендуется именно отстрадать. То есть, что это значит? Это значит, что те эмоции, которые, например, хочет реализовать, выплеснуть девушка, если у неё эти эмоции есть, то нужно ей дать возможность такую данный эффект, данный результат делать. То есть, необходимо, чтобы у неё была реальная возможность для того, чтобы, ну вот, действовать подобным образом. То есть, чтобы у неё был способ, было средство, значит, для выплескивания своих эмоций как угодно. Вот это вот, не важно даже как именно. Не важно даже как именно она будет это делать, важно, чтобы она это делала. Вот, если она будет это делать, то со временем выплеснув все свои эмоции и станет легче. Есть вероятность, есть вероятность того, что у девушки нет возможности реализовать свои эмоции. Есть вероятность того, что у девушки нет способов выразить свою боль. И в этом случае вам, понятное дело, нужно ей помочь, потому что сама она может с этим не справиться. Здесь очень важно, чтобы она, во-первых, о дедочке рассказала. То есть, тем больше она будет рассказывать о, ну, например, о том же дедочке, да. Тем больше не будет она о нём говорить, тем лучше будет для неё. Поверьте, это, это, поверьте мне, действительно так. Значит, вам, вам нужно выводить её на эмоции, да? Вам нужно выводить человека именно на эмоции, чтобы у неё было, было это средство для выражения твоих чувств. Ну, особенно, если дедушка был ей дорог. Вот. Это первое. Чем чаще вы будете спрашивать у неё, чего бы она хотела. Чем чаще вы будете просто разделять её, скажем так, быт. Чем чаще вы будете просто находиться с ней рядом, тем лучше ей от этого будет, и тем быстрее она сможет пережить то, что произошло с ней. Одновременно с этим я бы рекомендовал вам подумать над тем, что значит для неё дедочка сейчас. Вот на данный момент, что он для неё значит или значил, какое имел он для неё значение, дедочка именно. И, соответственно, чего она лишилась, из-за того, что вот её дедочка ушёл. Да? То есть вот тут нужно обязательно в этом направлении тоже подумать. Для чего? Чтобы вы могли ей постараться дать то, что, собственно, она получала, получала от дедочка. То есть, понятно, что дедочкой вы ей не станете, это понятно. Как дедочкой вы ей не станете, а дедочку вы ей не замените, это тоже понятно. Но это и не нужно. Надо, чтобы вы просто показали ей, что не только дедочка может дать то, чего она хочет. Например. Не только. Ну и, например, вот вы вполне способны это сделать. Требуется достаточно много терпения. Для этого требуется достаточно много сил для подобных вещей. Но если вы настроены решительно, то я полагаю, у вас вполне все может получиться. И я думаю, что относительно легко, если вы приложите к этому достаточное количество усилий. Вот. Если не поможет то, что я сказал, да, то есть если не будет никакого толка от того, что вы делаете, то тогда, конечно же, девочке, ну, нужно будет обращаться к психологу, к врачу. Потому что у нее вполне может быть депрессия на фоне потери своего близкого человека. А из депрессии, понятное дело, она сама не выберется. Это понятно. Вот. И тут, к сожалению, не поможет ей ни вы, ни психолог ей тоже не поможет. Вот. Вот. Ну, если это прямо вот, знаете, если это прямо вот действительно депрессия. Вот. 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 Хотя это еще нужно доказать, то есть для этого нужно обследование врача. то есть быть рядом, быть рядом, быть вместе, не оставлять ее одну, значит, стараться сделать для нее по возможности в ваших силах и, значит, поддерживать ее. Это просто вы можете сделать. Эм. Отвлекать ее тоже можно, отвлекать ее тоже можно и даже нужно. даже нужно ее отвлекать, потому что без этого ей будет тяжело. тяжело. Ну, если вы не будете ничего делать. Ну, то есть, если вы не поможете ей, вот. Эм. Эм. Отвлекать, стараться подарить какие-то новые эмоции, эм. 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 возможностях. Если вы видите, что девочке плохо, порекомендуйте ей обратиться к психологу. Вот. Скажите, что вы сами будете, значит, ну, с ней у психолога. То есть, она не будет одна. Обычно люди, они как раз боятся психологов, потому что боятся, что будут одни. Вот. Вы можете, значит, сказать, что будете вместе, будете с ней, что бояться ей абсолютно нечего. Психологи не кусаются, да, психологи не страшные. Вот. Ничего плохого ей никто не сделает. А вот помочь, помочь ей вполне возможно. Существуют техники на на отпускание, на отпускание негатива от потери близкого. Существуют эти техники. Вот. Всё это, в общем и целом, вполне осуществимо и реализуемо. Вот. Главное, главное, чтобы девочка сама этого хотела. То есть, вам нужно вот, основное, что нужно сделать, да, это добиться от девочки. Понимание, именно понимание того, чего она сама хочет для себя. Это то есть, ваша основная цель, ваша основная задача, это стоять на страже того, чего девочка для себя хочет. Вот то, чего она для себя хочет, вам нужно помочь ей реализовать. Даже если, если вы, ну, не согласны. Даже если вы не согласны с тем, что она делает. Это на самом деле не важно. Надеюсь, вы понимаете, о чём, о чём идёт речь. Затягивать не стоит. Значит, ну, я имею в виду, действие, действие. Затягивать не стоит, потому что, если затянуть, то, девушке может стать хуже гораздо. Поэтому следите за её поведением, да, и, соответственно, если увидите, что она как-то вот идёт по ниспадающей, то срочно ей её нужно к психологу. Вот. Хотя бы, ну вот, хотя бы здесь, на сайте, чтобы ей помогли. То есть, пусть задаст свой вопрос, пусть расскажет, да, о своих переживаниях, пусть расскажет о том, она все это, что чувствует, и мы ей, в общем, помоем. Вот. Мы ей помоем, обязательно. Не стоит только бояться. Ну и ваша поддержка, естественно, ей очень нужна. Вы большой молодец, что поддерживаете её. Ага, вы большой молодец, что не ушли от неё в тяжёлый, трудный для неё период. Вот. Я думаю, что даже я с к вам на это приезжаю. Я думаю, что девушка в любом случае это оценит и даст вам в своё время ту обратную связь, которую вы заслуживаете. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.